Привет! Это канал Songwriting по-русски. Здесь мы обсуждаем технологию творчества и я рассказываю о том, как писать хитовые песни. Тема сегодняшнего выпуска не случайная, как и все на этом канале. Я опять начитался ваших комментариев и сделал вывод о том, что очень многие из вас вообще не понимают, что такое songwriting. Как можно написать вопрос, Олег, сколько можно философствовать, сколько можно рассуждать, размышлять, давай нам показывай, как писать песни. То есть такое может написать только человек, который вообще не врубается, что такое песня. Песня состоит из технологии процентов на 30, на остальные 70 песня состоит из идеи, песня состоит из мысли. И в конце концов песня состоит из того, что мы называем чем-то метафизическим, неуловимым. Вот что такое песня. Как я могу вас научить писать песни? Да никак. Я вам могу сказать, что после до-мажора хорошо бы ля-минор нажать, а после ля-минора там фа, ну и завершить соль. Но это же полный бред, потому что есть миллион успешных песен с другой гармонией. Также я вам не могу сказать, что мелодия хорошо идёт, когда вверх, а потом она идёт вниз. Но это тоже неправда. То есть я не могу вам врать. Я хочу быть честным на этом канале, потому что, слава богу, я зарабатываю совсем другим, не каналом. И поэтому задачи просто вам напиздеть, чтобы вы у меня купили курс, у меня такой задачи не стоит. Так вот, что такое сонграйтинг вообще? Сонграйтинг – это конвертация настроений общества в музыку, в песню. То есть сонграйтер – это проводник, человек, который конвертирует, который трансформирует, как угодно это называйте. То, что происходит в социуме, улавливает эти настроения. Я не знаю, тётьку в магазине, которая сказала там «Да заебали!» И вы такой «О, а заебали, заебали!» Всё, понимаете? То есть это конвертер. Этому невозможно научить. Поэтому одна из стратегий моих образовательных – это разговаривать с вами, рассказывать, а как оно бывает, наталкивать на какие-то мысли, на какие-то идеи, выступать в качестве триггера и человека, который даёт импульс, от которого можно почерпнуть, зарядиться и пойти сделать. Вот, что такое образование на моём канале. Безусловно, как я уже сказал, есть технология, которая всегда помогает, которая всегда есть в любом деле. Всё состоит из технологии и песня в том числе, но только на 30-40%. О технологии у меня есть курс по сонграйтингу, пожалуйста, вы можете его пройти. Он платный, потому что бесплатно я, в общем, не готов никому ничего раздавать. И опять-таки же, если бы я был на пенсии, если бы я ничем больше не занимался, наверное, я бы как-то там рекламировал это всё, хотел бы побольше денег заработать. Но поскольку я, в принципе, действующий автор, для меня это подспудное дело. Но чтобы вести канал, нужна мотивация. Я взрослый парень, и просто так снимать для вас видосы вместо того, чтобы пойти с своим сыном на море или в аквапарк, я, разумеется, не буду. Разумеется, я это делаю для того, чтобы давать вам, конечно же, и пользу, но и для того, чтобы рекламить свои продукты, на которых я тоже зарабатываю деньги. Мне кажется, это правильный бартер, энергетически правильный. Те, кто хочет на шару, как правило, эти люди ничего не достигают. Но так это не потому, что я так сказал, потому что такова правда. Люди, которые не хотят дать какую-то энергию, в ответ хотят получить энергию, так не работает. Это обмен. Соответственно, если вам нечего дать мне, тогда вам нечего делать на моем канале. Хотя бы комментарий, хотя бы лайк, хотя бы спасибо. Хотя бы. Так вот, мне нравится, что я могу быть с вами честным и откровенным, потому что мне не нужно играть в какого-то хорошего парня для того, чтобы продать вам свои инфопродукты. Да насрать, не хотите, не покупайте, мне вообще плевать. Я хорошо зарабатываю тем своим основным детищем. Так вот, я надеюсь, что вы поняли, кто такой сонграйтер. Сонграйтер – это конвертер. Соответственно, учиться сонграйтингу нужно прежде всего с наблюдения. С аналитики. Анализируйте происходящую среду. Анализируйте, что происходит в социуме. Ведь очень много песен появилось, которые, не знаю, на злобу дня. Или с какой-то фразой, которая сейчас модная. И так далее. Это же все наблюдения. И вот эти хуки, как я уже говорил, они все валяются под ногами. Вы можете хук найти в магазине, какая-то тетка закусилась с другой, они там спорят о том, какого хера так дорого. И вот в этом диалоге вы можете что-то веселое для себя почерпнуть и так далее. Вот что такое учиться писать песни. И это не про аккорды. Вернее, это не совсем про аккорды. Да, есть коммерческая составляющая, которая заложена в технологию. Ну, что вот такие аккорды работают, а вот такие не работают. Это простая аналитика. Вот такие мелодии работают, такие нет. Тут комбинация вот таких мелодий, это вот это дает ощущение, а вот это вот это вот. Чтобы добиться такого состояния восприятия, нужно использовать вот это. Это технология, да, она есть, пожалуйста. Но вторая-то часть, вторая-то часть самая главная. Технология, бог с ней. Вторая часть самая главная, это идея. Не будет идеи и нечего будет обрабатывать. Поэтому, я надеюсь, ответил вам на вопрос, как надо учиться сонграйтингу. И это как, если вы помните, Windows дефрагментирует диск. Там такая была картинка, где, когда начинается дефрагментация, вначале появляются разные точечки черные. Там, 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 там. И только вот к середине дефрагментации вы начинаете понимать, как это все окажется, обрастает. И ты видишь уже всю картинку. Но вот это классная аллегория. Ты начинаешь понимать, как работают вообще знания, как работает твой мозг, когда он получает какую-то информацию. Оттуда, отсюда, отсюда, отсюда. И вот это происходит как дефрагментация. Плюс, как у меня это работает, лайфхак. Я могу сидеть, смотреть ютубчик вообще на другую тему. Там, какие-то политические передачи, какую-то еще там фигню, что-то там, юмор, какое-то кино. И так далее. И тут у меня вдруг щелкает в голове, и я иду, работаю. Почему так происходит? Да потому что мой мозг на подсознательном уровне что-то там обрабатывает. То есть он ищет эту информацию. Я его так настроил. Я ему дал команду для того, чтобы он искал как локатор во внешнем мире какие-то импульсы, которые дадут вот этот триггер, и я вскочу и побегу работать. Понимаете, из отклика. Вот у меня так происходит. Поэтому вы можете такую стратегию выбрать для себя. Вообще нужно выбрать какую-то стратегию вашего творческого подхода. Что такое стратегия творческого подхода? Это то, что вас заряжает, то, что вам дает импульс. То есть как вы работаете, из чего вы работаете. Кто-то пишет песни только когда влюбляется. Это тоже стратегия. Кто-то пишет песни только в 8 утра, потому что у него свежая голова, ему так удобно. Кто-то пишет песни, как я. Кто-то наблюдает, кто-то разводится, кто-то бухает, кто-то там курит траву и так далее. У каждого своя стратегия. Выберите свою. Но моя стратегия – это вот этот отклик плюс профессионализм. То, за что я выступаю, потому что профессионализм обязательно должен быть, то есть технология. Ты должен владеть технологией для того, чтобы не всегда уповать на отклик. Но и без отклика тоже нельзя, и без технологии нельзя. Поэтому я это все совмещаю и достаточно эффективно тружусь. Что еще хотел сказать? А, вот еще хотел рассказать такую маленькую историю, тоже очень полезную. Когда я только начинал свою деятельность в шоу-бизнесе, я был аранжировщиком. И мой наставник, коуч, работодатель, я не знаю, гуру, мастер, это человек, которого я до сих пор люблю, уважаю, это музыкальный продюсер Анатолий Лопатин, который сделал всего Филиппа Киркорова, всю последнюю Пугачеву 20-летней вот этого периода. То есть это была самая одна из крутых студий России, типа как шведский вот этот Шейрон, да, Макса Мартина. Я там работал. И как он мне всегда делал заказы на аранжировке? У нас не было никогда никаких референсов. Он мне всегда объяснял образами. Олег, вот здесь я хочу, понимаешь, чтобы как вот на рассвете, чтобы или вот представь по осени вот это щемящее чувство, когда ты понимаешь, что прошло лето, да, или представь, что там ты влюбился, там, но тебе отказали. Он всегда со мной разговаривал образами. То есть что это давало? Это давало импульс. Он во мне зажигал. Он зажигал во мне мое творчество. И вот это мое творчество уже конвертировалось в эти ноты в аранжировках. Понимаете? Только так. Сейчас это гигантская ошибка. Люди просят, дайте мне референсы. Бас он спиздил из этой песни, пэт из той, хэт из этой, там из библиотеки, тут отовсюду. И от этого получается абсолютно линейный, ровный, безликий продукт никакой. Потому что нету никакого смысла в этих референсах. Потому что хочется спросить, а ты-то кто? Ты творческий человек или ты просто мудак, который собирает отовсюду и лепит кубик-рубик? Ты-то кто? Я никогда не заказываю ничего у таких людей. Вот у меня попросят референсы, я уже все про этого человека понимаю. Мне не нужен референс. Я тебе расскажу, кто я, я тебе пошлю свою фотографию, и ты со мной поговоришь 10 минут, ты считаешь мою энергетику, и ты выскажешься по этому поводу. Все, никаких референсов. Ну что ж, друзья, достаточно длинное видео, но я надеюсь, что я в нем выразил свою позицию, натолкнул вас на какие-то мысли, потому что именно это ценно, именно это важно. Еще раз, кто хочет учиться, go в описании. До новых встреч, пока.